итак доброе утро дорогие друзья всем привет банджур hello мы начинаем мы начинаем наш традиционный урок торы все ждем вас в эфире сейчас он проходит у нас и в фейсбуке и в инстаграме и я думаю что с божьей помощью будет он и в ютюбе и мы будем прямо в 3 в 3 как бы будет у меня три телефона тогда прям еще третье надо поставить и каждый где ему удобно сможет с утра 20 минут получить тору и приобщиться к великой божественной мудрости через царя соломона через малбима и я рассказываю потом iphone хорошо друзья все мы пока все собираемся надеюсь что вы уже помолились можно молиться или до урока или после урока хорошо молиться или до или после урока вообще лучше после знаете почему лучше и до и после если честно почему потому что когда ты изучаешь тору ты подсоединяешься к богу и у тебя ты с ним как бы входишь в контакт потом когда ты с ним вошел в контакт изучая что он хочет его волю очень классно сделать заповедь например от сдака есть такая коробочка называется купаться дака да и ты берешь туда кладешь на монетку или какую-нибудь денежку и говоришь вот эти деньги этот сдака это я даю на милосердие на какую-то кому-то кому нужно кому плохо потом можно из этой баночки передавать нуждающимся людям или отнести в синагогу или если вы мусульманин то мечеть можно отнести передать кому-то и значит когда вы это делаете то тогда ваша молитва она совсем по-другому то есть вы как бы подготовились это как подготовка разминка подготовка к молитве до получить тору сделать заповедь и потом молиться идеально хорошо или можно помолиться в начале потом поучиться а потом сделать мини молитву просто поговорить с богом есть очень классно вообще я всем рекомендую кто хочет научиться молиться книги равшалом аруж равшалом аруж это раввин он из направления бреслов из учеников раби нахмана из бреслова и он у него есть книга называется сад веры сад благодарности и у него есть книга на пушке леса как с богом разговаривать у у бресловских у бресловских хасидов у них обязательно надо в день час разговаривать с богом понятное дело что вот кто спрашивает кто в курсе кто в курсе то он понимает есть есть совзман фила когда уже ну как бы нужно прочитать шма первых три часа от восхода солнца и потом есть еще час примерно до конца времени утренней молитвы но это обязательная молитва человек может молиться сколько угодно хоть целый день обязательно молитву естественно надо у тебя был в синагоге все синагога шахарит филин но потом можно спокойненько сесть еще пять минут своими словами помолиться а можно час как советует бресловских хасиды поговорить с богом на природе у них очень важный аспект когда ты на природе именно разговариваешь с богом на своем языке все ему рассказываешь просишь все что тебе надо благодаришь это очень на самом деле это очень сложная практика но если ты вот так разговариваешь с богом то ты очень сильно к нему приближаешься это очень сильная такая практика приближение богу именно они это делают на природе как это делать есть книга на пуш телеса равшалом аруш который обид и бодедут они это называют да и есть книга как это делать на пуш телеса а мы сейчас дошли до того что у нас есть 26 отрывок мы изучили что все возвращаемся начинаем изучать мишли притчи царя самона и так значит не фиш амель амала но это мы изучили в прошлый раз что душа человека она все время трудится на чем-то то есть животное душа человека человек не может быть без движения без движения он инвалид и он как бы тело разрушается то есть тело человека она приспособлена к движению она создана для движения это как бы механизм который все время должен двигаться иначе человек не может и вот если если человек он двигается все он все время двигается теперь а написано так что вот эта животная душа она все время работает и она работает на себя то есть она вся ее деятельность она на себя же и направлено теперь ки акаф алав пиу потому что ее заставляет рот человек если не будет двигаться ему нечего будет кушать и он большинство людей двигается ради вот живут чтобы есть и сейчас вот это был прошлый урок а сейчас мы переходим к двадцать седьмому отрывку к чему это может привести человека дальше идут отрывки про злодеев то мы учили про то как быть садиком как быть праведником как через мышление присоединиться к богу а сейчас нам царь сам он сообщает что люди помните есть злодеи есть в мире активное зло и он нам объясняет как она работает 27 отрывок о об активном зле из блия аль коре ра валь сватов кэш царевес значит переводится дословно это так человек блия аль переводится это но вообще переводят это как одно слово блия аль да такое но это ругательство можно так сказать но его эти молоде откуда она взялась это слово блия аль это без ярма то есть когда человек сбрасывает себя ярмо торы он говорит нету бога нету заповеди нету преступления нету наказания кто сказал что есть преступление это какой-то человек сказал а меня не волнует я тоже человек если это бог сказал нету бога и Вот человек сбрасывает с себя ярмо, называется это, да, и он становится человек-блиаль без ярма. Его ничего не держат, он в этом мире тогда управляется только своим желанием. Такие люди становятся маньяками, лидерами государства, вот эти все, македонские, там, Сталина и так далее. Нету над ним ярма, он сам себе хозяин, что хочу, то и сделаю. И когда человек становится вот таким без ярма, он замышляет зло, потому что если он пошел против Бога, то он как бы замышляет зло, он, вся его жизнь, это, если он активно сказал, все, Бога нет, и я иду против Бога, все, он злодей конченый. И он замышляет зло, делает зло, и его написано здесь дальше, на его устав, как огонь сжигающий. Я хотел найти пример, чтобы нам был понятен пример такого человека, и в описании урока будет пример такого человека. Был такой человек, звали его, сейчас я вам скажу, как его звали, звали этого человека Димонштейн, такая хорошая еврейская фамилия, Димонштейн Семен Маркович. По рождению он был не Семен, естественно, а Шимон, Шимон Маркович. Родился он в 1886 году, и был еврейский парень, который учился в Любавической Ишиве, и в 18 лет уже получил звание Равина. Звание Равина он получил в 18 лет, это ему, значит, получается, сколько было, в 1904 году. И в этом же году получил он звание Равина и вступил в коммунистическую партию. И стал он в коммунистической партии очень большим человеком, возглавлял компартию в Литве, в Белоруссии, и он был основателем Евсекции. Евсекция, это была еврейская секция коммунистической партии, которая боролась против еврейской веры, против Равинов. Они основали, например, вот мы знаем, что есть самые святые дни для евреев, это Шаббат, Песах и Йом-Типур. В Шаббат они сделали специально субботник. Субботник, это был официальный день, когда вы гоняли всех на работу, не выходишь на работу, тебе капец. То есть они специально сделали Шаббатик. Но до нас не дошли, у них были еще такие дни, которые назывались Песаховник и Йом-Типерник. И они так теперь назывались еврейские официальные обязательные рабочие дни. И то есть они прямо были воинцами, он знал же, что для евреев самое святое, он был раввином. И он специально делал так, во всех синагогах спортзалы, специально как евреи Макобеи победили тогда древних греков, он тогда вот в Харькове в синагоге был спортзал, где специально тренировались, занимались спортом. Или кукольный театр в Тиве был в синагоге, то есть пускай там клоуны развлекаются. И значит, вот они делали все, воевали активно против Бога. Интересно, что это как раз вот злодей, который замышляет зло и на устах его как огонь палящий. То есть он прям писал книги, он был ученый, он все там делал. Была еще одна организация, назывался Союз Воинствующих Безбожников. И его основал этот Союз Воинствующих Безбожников, прям представьте название, Союз Воинствующих Безбожников. Его основал, значит, Емельян, его так называли, Союз Воинствующих Безбожников. Значит, интересная такая организация. И возглавлял этот Союз Емельян Ярославский. А знаете, как звали Емельяна Ярославского при рождении? Звали его Миней Израилевич Губельман. И он возглавлял Советском Союзе, представляете, Союз Воинствующих Безбожников. Понятно, да? Теперь, значит, вернемся к Мишле, к притчам. Значит, сказал нам царь Салмон, что есть такие люди, есть такие люди, и их слова как огонь сжигающие. И человек неподготовленный, он не знает, что им ответить. Вот ко мне вчера дочка подошла, дочке 12 лет, и говорит, папа, есть одна девочка, вот у нее семья религиозная, она стала нерелигиозной. И она всем ходит девочкам и говорит, вы что дуры, верите в Бога? А я ей сказала, говорю, если ты хочешь быть обезьяной, будь. То есть тебе приятно верить, что ты от обезьян, все, ты обезьяна, значит, ты живи своей жизнью, ну, обезьяны. А мне приятно верить, и я знаю, что я божественная душа, я от Бога. Поэтому, говорит, ну, то есть, я не понимаю, говорит, твоей позиции, зачем тебе быть обезьяной? То есть зачем? Понятно, да, идея? Значит, ну, мы должны знать, эти люди, они есть, они, они активные, так как они, у них, ну, у них же нет же уже там ничего. И у них единственная, как бы, радость, это воевать против Бога и доказать, прямо сломать верующих людей, сломать религиозных людей. Это то, что они очень любят делать, воинственные безбожники. Теперь 29, 28 отрывок. Иш-Тап-Уход, Иш-Аллах-Мадонн. Значит, человек-Тап-Уход. Тап-Уход это человек, который извращенный, который все переворачивает. Как его узнать? Он Иш-Аллах-Мадонн. Он распространяет раздор. Мадонна-это суды, он все время судится, он спорит, он все время посылает вокруг себя то, что идет, если мы начнем пытаться понять, что такое Бог. Вот мы говорим каждое утро, Шма-Исраэль, Ашем-Элокен, Ашем-Эхад. Он-Эхад, он один, он един, единство. Теперь слово Эхад, числовое значение слова Эхад 13, такое же значение, как у слова Аава, любовь. Что такое любовь? Любовь это то, что соединяет. Что такое Бог? Он един. Что такое шалом? Шалом это то, что соединяет. Что такое шлемут? Тот же корень, совершенство. То есть то, что соединяет. Понятно, да? Иска Кадизис, такой известный бизнес-консультант, он говорит, что бизнес должен стремиться к интеграции, когда все соединено. То есть шалом это основа, состояние шалома это основа соединения с Богом. Теперь говорит нам царь Соломон, как узнать человека, который против Бога? 28 отрывок. Иштаб-Уход, человек, который перевернутый. Ишалах-Мадон, он все время посылает везде конфликты. Венерган, Мафрид-Алюф. Значит, нерган это другое негативное очень качество. Нерган это жалобщик. Жалобщик. Нерган это жалобщик, который все время жалуется. Он все время, все время жалуется. О, все плохо, все плохо. Я вчера слышал, как один человек рассказывал о письмизме, ну такой видеоролик. И он говорит, у меня мама, говорит, страшный письмист, говорит, нереальный. Как-то, говорит, она меня спросила, какое сегодня число. Я ей сказал, 1 октября. Она заплакала. Разве это не ужасно, что сегодня 1 октября? То есть, есть люди, которые видят мир, вот сквозь призму все время жалуются, все плохо и так далее. Значит, это тоже признак, что человек, он против Бога. Почему? Потому что, когда мы учили когда-то Пертьявод, там был такой Раббан Йоханан Бен Закай, и он спросил у своих учеников, говорит, по какому пути человек прилепится к Богу? По какому пути надо идти, чтобы соединиться с Богом? Первый его ученик сказал Айн Това. Айн Това это добрый взгляд. Когда человек смотрит на мир, ему нравится, он восхищается, какой мир сделал Бог, какая красота, какой телефончик хороший, какой хороший цветочек, какой сегодня день и так далее. Это называется добрый взгляд. И когда у тебя добрый взгляд, следующим этапом, как бы следствием является, что ты благодаришь Бога, что ты с Богом в хороших, то есть ты с Ним вошел в резонанс, это же его мир. Дальше. Второй его ученик сказал, что путь, по которому человек должен идти, это Хавер Тов, хороший друг. Значит, хороший друг у нас, человек он не может быть один. Ему обязательно нужно с тем-то соединяться, с тем-то делиться, с тем-то общаться. Если тебе попадается друг хороший, который, он на тебя позитивно влияет, то тогда у тебя просто твоя жизнь, она превращается в развитие, рост и так далее. Если друг плохой, пошли выпьем, пошли то, пошли все, жалуются, все, то ты тоже как бы с ним спадаешь. И отношения, семья и так далее, это самый близкий человек, друг, то есть если у тебя есть друг, который тебя поддерживает, развивает и так далее, это огромное счастье. Значит, третий, что сказал? Третий его ученик сказал, что путь, по которому человек соединится с Богом, это Шахенто, хороший сосед. Здесь это не очень сильно понятно, но есть такое, как народная мудрость, с кем поведешься, от того и наберешься. То есть для нас сегодня понятие сосед, оно очень сильно размылось, потому что раньше человек общался только с соседями. Он из своей деревни не выезжал вообще никогда. Сейчас для нас сосед, это то, что мы видим через интернет, то, что мы смотрим, те, на кого мы подписаны в ленте новостей, в фейсбуке и в инстаграме. И когда ты с тем поведешься, от того и наберешься. И для нас сейчас соседом является все информационное пространство, в котором мы находимся. Если это информационное пространство заполнено Торой, духовностью, хорошими, добрыми людьми и так далее, то ты через это можешь соединиться с Богом. Если же ты впитываешь информацию гнилую, там типа новостей и так далее, то ты через это соединяешься с некой картинкой, которая не является отражением мира настоящего. Вы знаете, что такое мир вообще? В мире люди населяют 2 или 3 процента суши. Весь мир это 97 процентов ненаселенной вообще планеты. И когда мы видим вот мини-картинку в своем телефоне новости, это не мир, это неправда. Когда нам сообщают только плохие сообщения, это неправда. Мир намного больше. Каждый день спасают десятки тысяч людей, сотни тысяч людей выздоравливают. Но об этом не пишут, это неинтересно. Пишут, одного убили, одного изнасиловали, тут, значит, какие-то там беспорядки и так далее. То есть людей пугают. Но в это же самое время, в одном месте беспорядки, мы жили в Тиеве, когда был Майдан. Мы жили в трех километрах от Майдана. То есть это было какое-то, но это было в одном месте. Все остальное было тихо, спокойно, красиво и так далее. Но те люди, которые смотрели телевизор, мои родители, люди из других стран, они видели только вот эту картинку. Для них все, что было там, это было вот это вот локализованное 3 километра в диаметре места. Все. И им казалось, что все, вот это Украина. Но это было не так. Хорошо, значит, еще раз. В 28-м отрывок нам сообщают о типажах негативных людей. В 27-м отрывок мы изучили, что есть люди, которые активные безбожники, они производят зло, они активные такие прямо, знаете, вот эти вот организаторы всех этих парадов, парадов гордости, да. То есть их же цель заставит всех такими быть. Они же не борются за свои права, их никто не притесняет. Никто их никуда, кто их притесняет сейчас. Наоборот, они сейчас притесняют всех, кто только могут сказать, что а я не такой. А ты не такой, ты, значит, гомофоб, мы тебя сейчас сделаем. Я вам говорю, что скоро это будет, не дай бог, обязательно. То есть скоро будут в школах, типа, вместо пионеров принимать, одевать вот этот вот галстук такой розовый. И будут это самое. То есть это факт. То есть сейчас на сегодня уже такое давление в Америке на просто на нормальных людей, что все, нет вариантов. Значит, это активные такие, да, которые против Бога. 27-м отрывок. 28-м отрывок, это менее активное зло, менее активное проявление зла. Иштаб-уход, Ишалах-Мадон, то есть те люди, которые ссорят людей, которые скандалят, которые судятся, нападают. Они такой тоже источник зла. Теперь третий источник зла. Венерган, Мафрит Алюф. Значит, Нерган это жалобщик, жалобщик, пессимист. Он отделяет. Алюф, есть комментаторы, которые говорят, отделяет от друга. Есть, которые говорят, что Алюф это обозначение Всевышнего. И вот этот жалобщик и пессимист, он людей отделяет от Всевышнего. Потому что когда он им все время сообщает, что все плохо, все плохо, то автоматически все начинают жаловаться. А когда ты жалуешься, тогда тебе не за что Бога благодарить. То есть, понятно, да, идея? То есть, он вроде бы ничего плохого не делает. Вот, все плохо, все плохо, все плохо. Но рядом с ним все никнет, никнет, никнет. И все такие, да, да, типа все плохо. Понятно. Теперь 29-й отрывок. Мы сейчас эту тему закончим со злодеями. И еще есть 30-й про злодеев. Значит, давайте 29-й мы быстренько сейчас пройдем. Иш, Хамас и Фатер-Эу. Человек насилия, он соблазняет ближнего своего в олихо бедерых лотов. И он его ведет за собой по пути нехорошему. Что такое человек насилия, он соблазняет ближнего своего. Значит, если вы погуглите, или я вам сейчас сделаю ссылочку в описании урока, будет ссылка на воровские понятия. Так в воровских понятиях один из главных пунктов это приближать народ, молодежь, приближать молодежь к воровской идее. То есть они не просто, не просто это как бы у них свой мир, да, воровских понятий, тюрьмы. В России сидит в тюрьмах миллион человек. В Америте сидит в тюрьмах 2,5 миллиона человек. То есть это целый отдельный мир, который в Америте вообще это банды, этот страх, вообще ужас, человек, который туда попадает. Все, значит, это, считай, жизнь закончилась. И этот мир, он как бы живет, вот этот тюремный мир, потом он выходит, он там очень имеет большую власть и силу. И после этого, после этого, значит, они опять туда же возвращаются в тюрьмы. И человек насилия, Ишхамас, он соблазняет ближнего своего, что таким надо быть, таким надо быть. Интересно, что фильмы, они тоже прославляют вот этот вот насильственный, насильственный способ жизни. Потому что если вы посмотрите боевик, боевик, ну какой-нибудь, да, боевик, который, ну смотрят все, да, вот сейчас фильмы боевики и так далее. Там за один фильм убивают там минимум 100 человек. То есть вот просто выходит он кофе попить какой-нибудь там Джеймс Бонд, и он по ходу дела 100 человек убивает, так, знаете, пока еще кофе не успел выпить. И получается, что вот этот вот способ насилия, он как бы в общество проникает, и в любой момент общество может взорваться. Потому что всем в голове понятно, крепкий орешек один, крепкий орешек два, крепкий орешек три, крепкий орешек четыре. Миссия невыполнима. То есть каждый, каждый с детства уже заряжен на то, что у него в голове полностью вся технология, что если шоу, значит берем автомат и воевать. Хорошо, друзья, все, мы выучили, сегодня урок был такой про злодеев. Мы должны знать, мы из предыдущих всех отрывков знаем, что злодеев ждет наказание, ждет зло. Все, кто в 39 году заставляли евреев, их всех убили, всех убили. Многих евреев убили, которые часть отвернулись от Бога, часть нет и так далее. Не будем сейчас никого, ну просто зло будет всегда наказано. Это факт. То есть это жизненный факт, вы можете посмотреть на свою жизнь, вспомнить на любой процесс. Зло будет наказано, и нам сейчас царь Соломон сообщил, сообщил о типажах зла, чтобы мы, не дай бог, не были в себе убирали это, то, что мы сегодня выучили. И чтобы мы, если видим это в других людях, чтобы мы их очень сильно сторонились и могли различить между добром и злом. Все, всем прекрасного дня. Я вам советую сделать свои, вот как Максим Перенчук сейчас, он сделал выводы свои. И советую вам сделать тоже свои выводы, и выводами поделиться с друзьями, и наоборот распространять божественный свет. Приходите завтра тоже в 10 утра на урок, и приглашайте друзей и знакомых послушать, подумать. И вот этот вот свет божественный, да, который мы стараемся в Вейкра распространять, он единственная надежда, что мир будет хороший, добрый для нас, для наших детей, и это мы должны в мир вкладывать. Только что я вспомнил, сегодня меня просили, что один раввин заболел очень сильно, и мы... Урок это для рифа Ашлома, для полного выздоровления. Симха его зовут, Симха Бен, Симха сын Эла Элеонора. Это его так маму зовут, когда человек болеет, молятся за него, и говорят, сын такой-то, сын такой-то. По маме. В общем, чтобы Симха сын Элы Элеоноры выздоровел, и чтобы было у него рифа Ашлома, полное выздоровление, рифа Анефеш, выздоровление для тела, для души, рифа Агув, и выздоровление для тела. Потому что, когда тело болеет, сбились настройки, в духовном плане какие-то настройки сбились. Поэтому, когда молятся о человеке, о его здоровье, говорят, чтобы было у него рифа Анефеш, чтобы было у него выздоровление, вот это вот его нефа, животное души, которое управляет телом. Вер и фуат Агув, и тогда у него будет выздоровление для его тела. Все. Удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня.